Здравствуйте, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о фигуре отката-ослабления. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связано с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого видео вы узнаете, как формируется откат. Мы разберем, за счет каких заявок формируется фигура. Сегодня объясню, почему паттерн откат-ослабления говорит о слабости тенденции. Тем, кто хочет подробнее познакомиться с паттернами ослабления тенденции, рекомендую мой вебинар «Фигура голова и плечи. Полное руководство». Самым активным я приготовил подарок. Как его получить, расскажу ближе к концу занятия. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке под видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. При формировании этого паттерна важно, чтобы цена при движении вверх регулярно обновляла максимумы. Но обновление максимумов, а затем откат – это обычная ситуация с восходящим трендом. Что особенного с откатом с ослаблением? Как видно из названия, откат формируется со слабостью. Слабость проявляется в том, что цена откатывается ниже предыдущего максимума, после чего продолжает движение. На схеме это отмечено красной зоной. При нисходящем тренде ситуация развивается зеркально, цена обновляет минимумы. Но откат формируется выше зоны предпоследнего минимума, на схеме это отмечено красным. Кратко подведем итоги по ключевым признакам. Общий признак – для любой фигуры отката цена обновляет максимум в первом случае и минимум во втором случае. Затем откатывается ниже пробитого уровня в первый случай или выше второй случай, после чего вновь обновляет максимум или минимум. Мы перечислили основные признаки паттерна. Теперь разберемся, почему он говорит о слабости движения. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет выставлять селлимит, чтобы закрыть длинную позицию, кто-то выставит селлимит, чтобы открыть шорт. Выше поставят стопы для ограничения убытка и заявки buy stop для входа на пробой. Если давление рыночных покупателей сильнее давления рыночных продавцов и под уровнем выставлено не так много заявок селлимит, то цена преодолеет максимум и войдет в зону стопов и заявок buy stop, что должно ускорить движение вверх, так как эти заявки будут действовать как рыночные, а рыночные заявки двигают цену. Но тут происходит неожиданное. После пробоя максимума цена идет вниз. Немного подумайте, что привело к снижению цены. Если не догадались, не страшно, сейчас разберемся. Единственное, что может остановить цену после пробоя, это появление на новых максимумах заявок селлимит и рыночных продавцов, которые значительно снизят цену. Важно запомнить, когда каждый новый максимум увеличивает аппетит продавцов, то в дальнейшем можно ждать ослабления тренда с переходом в боковик. Поэтому такой откат называется откатом с ослаблением. Так как тренд восходящий, то на последнем локальном минимуме цена встретит поддержку в виде заявок buy limit и рыночных покупателей, что приведет к возобновлению восходящего движения цены. Логика паттерна на нисходящем тренде зеркальная, поэтому здесь и сейчас мы ее разбирать не будем. Кратко подведем итоги по разделу. Откат с ослаблением возникает тогда, когда любое повышение цены вызывает активное желание продавать, а любое снижение покупать. Цена не успевает значительно продвинуться в направлении тренда, как ее тут же выталкивают обратно. Когда откат с ослаблением повторяется часто, это говорит об ослаблении доминирующей тенденции и ведет к боковому тренду. Поэтому фигура часто является лакмусовой бумажкой или индикатором ослабления тенденции. Теперь для закрепления материала попробуйте самостоятельно найти на графике паттерн откат с ослаблением. Дам небольшую подсказку, в этом примере не одна фигура. Если готовы, тогда начинаем. Сколько паттернов вы увидели? Ничего страшного, даже если ничего не нашли. Сейчас с этим подробно разберемся. Недавно вы узнали, что паттерн формируется, когда цена обновляет максимум. В нашем примере это точка А. Затем идет ниже и где-то на подходе к точке Б происходит откат. Если откат произойдет ниже точки Б, это говорит о значительном ослаблении тенденции и в этом случае открывать сделку не стоит. Второй паттерн сформировался следом. Обратите внимание, что цена опять вернулась в зону предыдущего отката . И протестировав уровень продолжила рост. Помните, вначале говорил, что чем чаще паттерн повторяется, тем больше это говорит об ослаблении тенденции. Поэтому, когда паттерн сформировался в третий раз подряд, мы можем ожидать существенного ослабления тенденции. Вы спросите, а как это можно использовать в торговле? Все очень просто. Если вы в такой ситуации планируете открыть сделку, тогда стоит это отложить, так как влезать в боковик не стоит. А если у вас открыта сделка, тогда ее пора у верхних границ закрыть или прикрыть хотя бы часть. А сейчас расскажу, как входить в сделку на откате с ослаблением. Здесь тоже есть свои тонкости. Сейчас посмотрим, как использовать откат с ослаблением для входа в сделку. Шаг 1. После ложного пробоя А выставляем в зоне уровня Б лимитную заявку в направлении тренда. Стоп выставляем за уровень. Как только цена достигает уровня, сделка открыта. Обязательно защищаем сделку, ограничивая риск. Около ближайшего уровня выставляем заявку для фиксации прибыли. Совсем не обязательно закрывать на ближайшем уровне всю сделку. Достаточно зафиксировать прибыль по части сделки, закрыв половину позиции или треть. Теперь пришло время проверить, как вы поняли материал. Для этого попробуйте самостоятельно найти на графике паттерн. Готовы? Начали! Очень хорошо, если нашли два паттерна. Но даже если ничего не получилось, не страшно. Первый откат возник сразу в начале графика. Ложный пробой минимума А. Затем откат и продолжение движения. Обратите внимание, откат с ослаблением. Но движение было хорошее. Поэтому не стоит отказываться от входа на этом паттерне. Мы никогда не можем предугадать, когда цена нам даст хорошо заработать. Второй паттерн сформировался уже ближе к концу движения. Обратите внимание, что волатильность движения увеличилась. Еще один пример для закрепления материала. Посмотрите на график и попробуйте найти паттерны самостоятельно. Готовы? Начали! Получилось? Сколько паттернов нашли? Смотрите, на этом графике также можно найти два отката с ослаблением. Обратите внимание, что цена при этом паттерне регулярно достигает последнего максимума. На графике это точка B. Что дает возможность на ее тесте открыть сделку по той схеме, что рассказал недавно. Если в предыдущем примере цена практически протестировала последний максимум, то в этом примере заявку для входа нужно было поставить еще дальше от уровня, что не так удобно как в прошлый раз. Еще пример. Найдите на графике откат с ослаблением. Готовы? Начали! Что получилось? Давайте разбираться. Посмотрите, паттерн сформирован и движение потом было хорошее, но войти в сделку по стандартной схеме здесь не выйдет. Потому что от последнего максимума не войти, так как цена до него не дошла. И здесь просто не угадать отступ. В таких случаях нужно использовать другую схему входа. Те, кто хочет узнать, как входить в таких ситуациях, оставьте под видео свой комментарий или вопрос, и на самый интересный комментарий или вопрос я вышлю вам схему входа. Тем, кто прокомментирует видео в течение первых трех дней после выхода, я отправлю схему в любом случае. Это будет награда за вашу решительность. Друзья, если вам нравятся материалы, которые я делаю, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч!